Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион. Студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Долг платежом красен. Сотрудники службы судебных приставов проводят регулярные рейды и наносят визиты неплательщикам. Чемпионат России по плаванию на открытой воде в Анапе. Сильнейшие пловцы-марафонцы собрались на курорте, чтобы побороться за звание чемпионов страны. Молодые профессионалы. Сборную России для поездки на международное соревнование WorldSkills будут готовить на базе Всероссийского детского центра «Смена». Уже в эту субботу Анапа встретит главный праздник лета – открытие курортного сезона. Жители и многочисленных гостей города ждет множество сюрпризов. Мы приоткроем завесу тайны над одним из них. С полудня 11 июня на Театральной площади будут снимать кино. Желающим принять участие раздадут роли с небольшими репликами. Темы три – древнегреческие мотивы, детские истории, а также романтическая сюжетная линия. Мероприятие приурочено к Году кино в России. И кроме того, Анапа – достаточное популярное место для съемок у кинематографистов. Будет режиссер, сценарист, гример. Есть зарисовки, куда мы приглашаем, конечно, и жителей, и гостей города-курорта, которые могут взять на себя какую-то роль, ему дают слова, и он импровизированно сразу участвует. В этот же момент все происходит на съемку и демонстрируется на большой экран. То есть можно сразу же видеть, допустим, своего друга в роли артиста, актера на именно действии, и также можно видеть сразу это на экране. Программу мероприятия на день открытия курортного сезона вы можете найти на нашем сайте. И к другим новостям. Закон о единовременной выплате и средств материнского капитала Госдума приняла накануне. Теперь ее размер составит 25 тысяч рублей. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Право на такую поддержку имеет семьи, у которых второй ребенок родился до 30 сентября текущего года. Получить выплату также смогут и те граждане, которые еще не подавали заявление на сертификат материнского капитала, либо уже использовали его часть. Заявление нужно подать в территориальный орган Пенсионного фонда России или через многофункциональный центр до 31 декабря текущего года. С долгами не шутят. Именно это сотрудники службы судебных приставов пытаются внушить во время регулярных рейдов тем жителям Анапы, которые не собираются платить по счетам. Ведь большие долгосрочные долги грозят неприятными разбирательствами и штрафными санкциями. В одном из таких рейдов побывали наши корреспонденты. Оперативная группа, в состав которой входят судебные приставы, сотрудники городской администрации и налоговой полиции, посещают должников внезапно. Но предварительно неплательщики получают письменное уведомление по почте с предупреждением о долгах. Если они игнорируют подобные письма, то визита комиссии не избежать. Мы выезжаем по адресу должника. Если он на месте, мы составляем акты ареста его имущества. Перед этим обязательно готовимся, зная, какое на нем есть имущество. Либо мы оставляем на ответственное охранение, либо мы его изымаем. Также мы даем требования, чтобы он явился к нам. И дальше мы ему даем либо квитанцию, либо он идет с налоговой, какие-то вопросы решает. Те, у кого сумма долга невелика, получают уведомление с требованием явиться в соответствующие органы и разобраться в ситуации. А для нарушителей с большой задолженностью действуют более серьезные санкции. Крайних мер принимать не будут, если человек попал в трудную жизненную ситуацию. Поэтому лучше идти на компромисс, чем копить долги. Все мы люди, всякое бывает в жизни. Поэтому мы всегда идем навстречу должнику. В любом случае он может погашать частично свой долг, какая есть у него сумма. В любом случае не так, что мы пришли и сразу требуем полную сумму. Если видим, что у человека действительно напряженная ситуация, мы, конечно, идем навстречу и частично погашает задолженность по мере возможностей. Как показывает статистика, уже после первого визита приставов, как показывает статистика, уже после первого такого визита, неплательщики в краткие сроки погашают свои долги. Регулярные рейды приносят свои плоды. Такие рейды производятся действительно часто. Ну, конечно, с камерами реже. Но мы сами, конечно же, выезжаем по адресам. Ну, эффективно, в принципе. Потому что человек узнает, так как бы, может быть, почта не донесла, либо еще по каким-то причинам. А так мы уже приезжаем, в руки даем человеку под роспись. То есть он уже ознакомлен. Если даже он потом придет и скажет, я не получал, у нас есть доказательства о том, что мы были, вы получили наручное это все. То есть потом уже будем по-другому решать. На курорте комиссии по мобилизации доходов бюджет работают на постоянной основе. Злостных неплательщиков ждут такие неприятности, как арест имущества, ограничение выезда к заграницу и управление транспортным средством. В администрации Анапы на заседаниях межведомственные комиссии на ковер вызывают руководители предприятий должников и индивидуальных предпринимателей. Только в этом году по результатам работы с должников взыскан около 50 миллионов рублей. Сборную России для поездки на международные соревнования молодых профессионалов будут готовиться на базе Всероссийского детского центра «Смена». Такое решение было принято во время стратегической сессии Союза WorldSkills России, которая прошла там же. Учебное заведение Анапы принимает участие в международном движении. Наивысшее достижение – бронзовая награда российского первенства. Первые шаги, но при этом достаточно уверенные. Елизавета учится в сельскохозяйственном колледже по специальности «Ландшафтный дизайн». Вместе с партнером по команде завоевала золото окружного чемпионата. А с общероссийских соревнований, которые проходили в Подмосковье, молодые люди привезли бронзу. Где-то было сложно, но мы настраивались на победу. Мы долго и упорно тренировались. WorldSkills мне дал для жизни очень большой опыт показать себя и что-то взять оттуда новое. Делать подпорную стенку, выкладывать газон, делать этот искусственный водоем. WorldSkills – международное движение, очень похожее на Олимпийское. Оно возникло в конце 40-х годов. Задача – повышать с одной стороны престиж рабочих профессий, а с другой – качество подготовки специалистов. Россия присоединилась к движению три года назад. Во время стратегической сессии, которая прошла в Анапе, во Всероссийском детском центре «Смена», было принято решение создать Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства, который будет базироваться там же. Это будет основная площадка подготовки национальной и региональных сборных к соревнованиям. На таких сборах будут учить быстро вливаться в команду, преодолевать стрессы, преподавать основы языка страны, где будут проходить международные соревнования, а также приобщать к движению молодежь. У нас есть чемпионатные цели, в этом году мы делаем почти 100 чемпионатов, это понятно. Следующая цель – это наша сборная, у нас будет Евроскиллс в декабре 2016 года, 1-3 декабря, и у нас есть задумки по поводу того, что неплохо бы начать что-то выигрывать. Не буду раскрывать медальный план. И третья, наверное, цель, которая важна – мы должны создать, сконструировать ту модель, некий ген, некий вирус профессионализма, который мы должны распространять среди других. Как поясняют активисты движения, участие в соревнованиях позволяет учебному заведению совершенствовать свои учебные программы, опираясь на результаты. Даже заявка на успех в масштабах региона или страны требует обновление учебной базы. Новое оборудование, которое установлено в Анапском сельскохозяйственном техникуме, не уступает тому, что есть в распоряжении некоторых предприятий. Рядом занимаются каменщики, маляры, штукатуры. Оборудована современная площадка для обучения ландшафтному дизайну, построены теплицы. Также методику WorldSkills внедряют в колледжи, где обучают специалистов сферы услуг. На городских соревнованиях поваров оценивается не только качество работы, но и культура производства. Преподаватели колледжа также выступают в качестве экспертов на краевых соревнованиях. Очень много критериев, начиная от подготовки к работе, сам процесс работы, процесс выдачи продукции, подача блюд. Очень много критериев, просто несколько сотен. Первое – это качество самих блюд намного повышается. Санитарные требования более жесткие к блюдам. В городской администрации отмечают, что повышение уровня квалификации поваров, барменов, горничных и других специалистов стратегически важно для города-курорта. Но самое главное, что благодаря WorldSkills молодые люди тянутся к эталонному уровню и в итоге они будут востребованы как профессионалы. Кроме того, что в Анапе проходит своя летняя здравительная кампания, через наш город транзитом едут детские группы в Крым на отдых. В данном случае роль городских служб обеспечить безопасность нахождения детей на нашей территории и сопровождение группы до следующего пункта назначения. На ЖД вокзале прибывающие группы встречают ребят, рассаживают по автобусам, на которых они дальше едут на переправу. ГИБДД проверяет техническое состояние транспорта, документы у водителей. Медики проверяют состояние здоровья ребят. Если есть заболевшие в дороге, их госпитализируют временно в нашу больницу. Затем машины ГИБДД сопровождают автобусы с детскими группами и передают в Темрюк, откуда нам сообщают, что все в порядке. Таким образом, в течение летнего периода свыше 11 тысяч детей следуют через Анапу в Крым. Чемпионат и первенство России по плаванию на открытой воде стартовал сегодня на базе Всероссийского детского центра «Смена». Сильнейшим российским пловцам-марафонцам предстоит побороться не только за звание чемпионов страны, но и за путевку на чемпионат Европы в голландском городе Хорн. Состязание молодых спортсменов проводится в трех возрастных категориях. Юношам и девушкам предстоит проплыть дистанции 5, 7 и 10 тысяч метров. Обязательным требованием для участия в соревнованиях является соответствующая подготовка. Все пловцы имеют спортивный разряд на дистанции 1500 метров вольным стилем и звание кандидатов в мастера спорта. Первым на дистанции в 10 тысяч метров выступают юноши. Температура воды всего 17 градусов. Группа спасателей непрерывно следит за состоянием спортсменов. При малейшем подозрении на ухудшение самочувствия участника снимают с дистанции. Это нелегкое испытание даже для опытных пловцов. Те, кому удалось достичь финиша, но не удалось показать лучший результат, принимают это как настоящее поражение. Неизвестно сначала, какая была трасса. Оказалось, для меня сложная трасса, такие бабочки. Гонка была сначала легкая, были небольшие скорости. Потом, после четвертых двух начали все ускоряться. Я уже к этому времени замерз и как-то не справился с этим. И вот немного отстал. И вот, допустим, не очень доволен своим результатом. Всего в соревнованиях принимают участие более 170 спортсменов из 17 субъектов Российской Федерации. Вместе с юношами на сложные дистанции также выйдут и девушки. Впрочем, предстоящие испытания их не пугают. У каждой за плечами пройдены десятки, а то и сотни километров заплывов в открытой воде. Это не самая длинная дистанция в нашем виде спорта. Но это самая основная. Она является олимпийской дистанцией. И на ней разворачивается самая интересная борьба, можно так сказать. Эта дистанция очень непростая, несмотря на то, что она длинная. Но она является интересной и зрелищной для людей и любителей плавания. Организаторы соревнований отмечают, что интерес к плаванию неуклонно растет. Но для развития этого вида спорта необходимы новые бассейны. Тренироваться спортсменам необходимо круглый год. А НАПА отвечает всем требованиям для развития этой дисциплины. В стране обеспечено порядка 10% от необходимости по количеству спортсооружений, я имею в виду бассейнов, от требуемого. Поэтому в ближайшие годы спрос на занятия плаванием, на обучение плавания будет очень высок. Мы отрадно говорить о том, что здесь, в лагере смены, все-таки построили не суррогатное, а действительно полноценный объект, который отвечает всем требованиям для тренировок и проведения соревнований. Потому что он выполнен по современным технологиям. И, собственно, могу сказать, что это стоит того. Соревнования продлятся 6 дней. Окончательные итоги будут подведены 15 июня. Из числа победителей чемпионата будут сформированы сборные команды России для участия в первенстве мира по плаванию на открытой воде, которая состоится в Нидерландах через месяц. Финальные игры третьего этапа всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» Кубок Кока-Кола состояли сегодня в Анапе на стадионе «Спартак». Более 500 болельщиков пришли поддержать юных футболистов и поучаствовать в развлекательной программе. Наша команда под руководством тренера-преподавателя Дю США номер один Романа Ганьяна вышла из своей группы, обыграв команды Республик Калмыкия, Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии. А в игре за попадание в финал уступила спортсменам из Чечни. По итогам этапа первое место за командой из Краснодара, второе у Чеченской республики. Бронзовыми призерами стали ребята из Северной Осетии. На четвертом месте команда нашего города-курорта. Всем участникам финальных сражений на стадионе «Спартак» достались подарки от партнеров и спонсоров соревнований. Победители турнира «Кожаный мяч» в Анапе, команда из Краснодара, теперь готовятся к всероссийским финалам. Поздравляем победителей! Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова